Здравствуйте! В эфире телеканала ИТВ «Наши новости» в студии Александра Пермякова. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Кто не успел, тот опоздал. В Крыму только 8 муниципальных образований попали под программу выселения из аварийного жилья. Самые социально значимые продукты в Симферополе не дорожают. Крымские министры прошли с рейдом по крупным торговым сетям столицы. Отдельные предприниматели, к сожалению, пользуясь сезонным фактором, завышают цены. Вверх дном танк упал в кювет. Случилось это сегодня на одной из крымских дорог. По информации очевидца, машину доставляли в одну из воинских частей, расположенных в районе села Перевальное. По невыясненной пока причине он съехал с трала и опрокинулся в кювет вверх гусеницами. У КамАЗа, перевозящего танк, оторвана кабина, что может говорить о съезде танка с платформы вперед. На место происшествия прибыло несколько машин скорой помощи и большое количество солдат, которые выставили оцепление. Упав, танк задел столб рядом с дорогой, что привело к обрыву троллейбусных линий. Довижение общественного транспорта остановлено. Затор на дороге составил рекордный для Крыма 10 километров в обе стороны от места аварии. Военная техника опрокинулась с буксира в 50 метрах от АЗС. На данный момент танк пытаются поднять на дорогу с помощью спецтехники. До конца 2016 года в Крыму отремонтируют 400 домов. На эти цели с федерального бюджета выделено более 649 миллионов рублей. Всего 8 муниципальных образований Крыма попали в программу переселения из аварийного жилья. Остальные вовремя не подали документы. Все подробности далее в сюжете. В программу выселения из аварийного жилья попали 4 города. Керчь, Ялта, Феодосия, Алушта и 4 района. Ленинский, Бахчисарайский, Симферопольский и Сакский. Столицы Крыма в ней не оказалось. Все остальные, когда формировалась программа, не представили документы, что дома признаны аварийными. Потому что город Симферополь не представил ни одного акта о признании домов аварийными. Поэтому я поднимаю вопрос, что главы, давайте создадим. У вас должно быть в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 47-м, созданы комиссии по признанию домов аварийными. Муниципальные образования, не успевшие подать документы, смогут это сделать в дальнейшем. Однако в этом году опоздавшим точно не стоит надеяться на выселение из аварийных домов. Реализация еще одной программы капитального ремонта стартует уже на днях. Завершится в конце 2016 года. Ремонтировать будут исключительно кровли и лифты. В прошлом году на осуществление этой программы было выделено 56 миллионов рублей. В этом значительно больше. Сейчас программа фактически в разы больше. Это уже почти 600 миллионов рублей, 650 даже, и 400 домов. Поэтому надеюсь, что здесь будет планирование достаточно лучше, поскольку уже прошли, и программа будет выполнена сроком. Поломанный лифт, проржавевшая труба, кровля, не спасающая от дождя. Все эти проблемы чужды дому по улице Гаспринского 5 в Симферополе. Сегодня на его безупречный фасад прикрепили табличку «Образцово-показательный дом». В России таких домов всего 14. Вот и в Крыму появился один. Татьяна Ханкота, Николай Гришко, Служба новостей и ТВ. Обещали вернуть горячую воду в квартиры к концу июня. Нет ее в доме по улице Киевская, 133 в Симферополе вплоть до сегодня. Уже два месяца жильцы без воды. На предприятии «Крымтеплокоммунэнерго» им говорят, что ведутся ремонтные работы. Но симферопольцы ни разу не видели рабочих. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Горячей или хотя бы теплой воды в доме по улице Киевская, 133 в Симферополе нет уже почти два месяца. Приходится нагревать ее в огромных кастрюлях. И вот так, минут сорок сейчас я буду ждать, пока она нагреется. Потом я ее разбавлю с холодной и пойду купаться. В общем-то, как первобытный человек. Качество воды оставляет желать лучшего. Она мутная, в ней плавает грязь. Из трубы, которая обеспечивает дом водой, капает. Она давно требует ремонта. Эти трубы уже настолько идут, надо же, как-то сделать. И теплить здесь, ну весик же. Дом обслуживает бойлерная, но на ней, по словам жильцов, постоянно висит замок. Узнать о том, как будут решаться проблемы, не у кого. Симферопольцы позвонили на горячую линию председателя Совета министров Крыма Сергея Аксенова. Вопрос перенаправили. Ответ жильцам дало предприятие «Крымтеплокоммунэнерго». Его сотрудники пообещали, что к концу июня горячая вода вернется в дом. Пояснили, нет ее, потому что на котельной идет ремонт. Мы как приемы, он закрыт. Где они, когда проводят ремонтные работы? Я не видела лично. По словам начальника Киевского района тепловых сетей Геннадия Коваленко, горячей воды нет, потому что сломаны обогреватели. Их сдали в ремонт. Специалисты постановили, что ремонту не подлежат, нужно менять. После Геннадий Коваленко все же уточнил, новые обогреватели установят примерно через две недели. Тогда же в 20-этажном доме появится горячая вода. Татьяна Хинкота, Роман Ананьев, Служба новостей и ТВ. Торговые сети Симферополя выполняют условия меморандума о стабильности цен на социально значимые продукты. Сегодня в этом лично убедились министр промышленной политики Андрей Скрыник и министр экономического развития Валентин Демидов. Они проинспектировали два торговых предприятия крымской столицы, а затем отправились на южный берег, откуда в Совет министров поступают наибольшее количество жалоб на высокие цены. Проверка показала, супермаркеты условия соглашения выдерживают надбавка на самые необходимые продукты питания, не превышая предусмотренную договором. Все больше торговые сети наполняются крымскими продуктами, отметили министры. Министры посетили две крупные торговые сети Симферополя без предупреждения. Мониторинг цен в Крыму проводится регулярно, однако в последнее время необходимость проверки назрела. В Совмин с жалобами на завышенную стоимость продуктов жители полуострова, в особенности его южной части, стали обращаться все чаще. Почти 400 крымских торговых сетей и магазинов, а также Совет министров республики подписали так называемый меморандум взаимопонимания, согласно которого на самые важные продукты установлена определенная максимальная надбавка. Ее нельзя превышать и в курортный сезон. Рейд министров показал, условия джентльменского соглашения о торговой сети Симферополя не нарушают. По результатам посещения торговых сетей города Симферополя, мы можем сказать, что ассортимент действительно достаточно широк. Нет сезонных колебаний цен и цены действительно остаются стабильными. Я уверен, что цены и дальше будут продолжать оставаться на том, скажем так, уровне, на котором они есть на сегодняшний день. Приятно порадовал министров и ассортимент. На полках супермаркетов разновидностей товара много и, главное, большая его часть местного производства. А вскоре крымские продукты должны вытеснить украинский товар полностью. Наша задача, в общем-то, сейчас в ближайшей перспективе и в дальнейшем, создать условия, чтобы максимально магазины, рынки были заполнены именно крымскими товарами. У нас сейчас есть программа, в которой мы совместно Минсельхозом, Минпромторгом прорабатываем этот вопрос. То есть максимально загрузить Крым сырьем, чтобы перерабатывалось это сырье на территории Республики Крым, чтобы мы не зависели от поставок с территории Украины или с материковой части России. Следующий пункт проверки цен – Южный берег Крыма. Именно жители курортных городов жалуются на необоснованное повышение стоимости продуктов в курортный сезон. Тарас Брезицкий, Служба новостей, ИТВ. Мы продолжаем эфир, не переключайтесь. Капитальный ремонт дорог в столице полуострова возобновился. Около 500 миллионов рублей для этих целей выделено из муниципального бюджета. За то, что были аномальные погодные условия, и у нас сдвинулись сроки исполнения этих мероприятий. Наркотики, оружие и целая плантация конопли – сюрприз, который ожидал правоохранители в Кировском районе. Было обнаружено изъято со всех проводимых адресов порядка килограмма марихуаны, как растущей, так и высушенной в виде. А также две гранаты. Уже осенью автолюбители смогут вздохнуть с легкостью. Обещанный капитальный ремонт дорог вновь возобновился. Сейчас к строительству в Симферополе приступили надежные подрядчики. На это благое дело уже выделены финансы. Ремонт проезжих частей осуществляется за счет бюджета столицы полуострова. Ни для кого не секрет, столица полуострова давно славится, откровенно говоря, плохим дорожным покрытием. Всего в Симферополе 1100 улиц. На них расположилось 30 магистральных дорог. Их общая протяженность составляет почти 500 километров. Еще в начале этого года на выполнение всех необходимых строительных работ из муниципального бюджета было предусмотрено около 500 миллионов рублей. Эта сумма будет распределена на содержание дорог согласно российскому закону, частичный капитальный ремонт, а также проектирование. Три самые необходимые пункта уже согласовали на сессии. Кроме этого, городские депутаты предложили произвести капитальный ремонт 280 улиц. На сегодняшний день из 4500 квадратных метров дорог, которые находятся на балансе города, по сплошному покрытию содержание выполнено уже около 70 тысяч квадратных метров. И по ямочному ремонту, так называемому мелкому ремонту, для того, чтобы ликвидировать трещины, поверхностные изменения, ямы, еще раз по-простому выражусь, 35 тысяч. В общем, 100 тысяч квадратных метров уже на сегодняшний день выполнено. Поезд тронулся с места. Есть уже и результаты. К примеру, улицы Пушкина, Тренева и Залеская. Их уже коснулся капитальный ремонт. Напомним, реконструкция дорог по плану должна была начаться на месяц раньше. Однако всему виной прошедшие ливни. Из-за сильных осадков осуществлять работы не было смысла. Город, единственное, может извиниться за то, что были аномальные погодные условия, и у нас сдвинулись сроки исполнения этих мероприятий, выполнения графика. Все вы в курсе уже в течение месяца, периодично, иногда в течение суток меняется погода, два-три раза вы тоже обратили внимание. Но мы работы, хоть и сдвинули графики, но в принципе объемы работ на 460 миллионов в счет собственного бюджета, безусловно, выполним. И в принципе должны закрыть этот участок работ в июле месяце стопроцентно. Кроме всего прочего, начаты работы по нанесению и восстановлению горизонтальной дорожной разметки. В том числе и пешеходные переходы. На проспекте Кирова и улице Киевской уже можно увидеть результаты. Евелина Белошапко, Служба новостей и ТВ. После проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием МАК в Кировском районе, сотрудники полиции обнаружили неожиданные находки. Плантации с коноплей, оружие и не только. Об итогах отработки далее в сюжете. 14 санкционированных обысков в Кировском районе дали неплохой результат. По итогу из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия и боеприпасов, около 200 грамм наркотиков. Особой находкой для правоохранителей стало поле площадью около 2000 квадратных метров, на котором выращивалась конопля. Что именно вы охраняли? Ну, коноплю получается. Канаду. Какого числа вас привезли сюда уже на охрану? 15 апреля. Этого года? Да, этого года. За данной коноплей вы ухаживали? Не, я только поливал. Поливали, да. Нет. Сколько кустов конопли вы охраняли? Ой, я даже сказать не могу. Ну, изначально было тысяча, но потом это там вырывалось там много, ну там лишнего там ненужного. И не знаю, может, что 500 осталось. Хозяева тщательно скрывали свои посевы от чужих глаз. Плантация располагалась на искусственно созданном острове среди камышей в заливе Севаши и находилась под охраной. Добираться до поля полицейским пришлось по воде. За данным полем ухаживал, присматривал, охранял его гражданин, который находился в розыске из-за совершения тяжкого преступления. В настоящее время он задержан. Поле конопли ликвидировано. Также сотрудниками управления угла розыска, совместно сотрудниками Кировского района, в ходе проведения обысковых мероприятий на территории вышеуказанного района, была обнаружена изъята со всех проводимых адресов порядка килограмма марихуаны, как растущей, так и высушенной в виде, а также две гранаты. Посадка из 500 кустов конопли была уничтожена. Мужчина, охранявший посевы, доставлен в отдел полиции. Правоохранителям предстоит установить лиц, занимающихся возделыванием и распространением марихуаны. По приблизительным подсчетам, стоимость изъятого сырья на черном рынке могла составить около 1 миллиона долларов. Материалы по выявленным фактам направлены в региональное управление ФСКН по Республике Крым для проведения проверки и принятия решения согласно действующему законодательству. Александра Пермякова, Служба новостей и ТВ. Передатчики телекомпании и радиотелевизионный передающий центр отключил в марте 2014-го. С тех пор длятся судебные тяжбы между телеканалом и РТПЦ. Однако посмотреть черноморку можно в интернете. Контекст подаваемой зрителю информации не меняется. Полуостров журналисты по-прежнему считают украинским, а новостная лента пестрит, мягко говоря, спорными эпитетами. Несмотря на официальное прекращение работы ЧТРК в Крыму, сюжеты из республики украинский зритель может смотреть без проблем. Сегодня примерно в полдень издание, в котором базировалась ТРК, начали вывозить вещи. По официальной версии в офисе уборка. Это официальная страничка черноморки в интернете. На ленте новостей материалы с кричащими заголовками. Зрители уверяют в том, что Крым – оккупированная территория. Говорят о якобы провальном курортном сезоне. Размещают информацию о решении Верховной Рады запретить выборы на полуострове. Тут же онлайн-трансляция. Язык подачи чередуется. Говорят то по-русски, то на украинском. Справа видео рубрики «Новости волна», а также программа «Крым Лив». Среди выступающих в прошлом глава Министерства курортов и туризма Александр Лиев, обосновавшийся за границей. Видео из Крыма у Черноморки появляется исправно. Вот совсем свежий материал из Гурзуфа. В нем Сергея Аксенова называют главой республики в кавычках. Формально на полуострове Черноморка бездействует. РТПЦ в марте 2014-го отключил передатчики. А уже в августе Федеральная служба судебных приставов описала имущество Черноморки по решению хозяйственного суда республики. Это здание, в котором базировался некогда ведущий крымский телеканал на протяжении двух десятков лет. Примерно в половине первого из помещения начинают выносить вещи и грузить их в микроавтобус с украинскими номерами. Мы попытались попросить комментарий у руководителя в прошлом телекомпании, а ныне исполняющей обязанности президента, общества с ограниченной ответственностью ЧТРК Людмилы Журавлевой, воспользовавшись мобильным. Но начальница нас опередила. Какой телеканал? ИТВ. А, ИТВ? Да, да, да. Наш, Семпирон. Конечно, конечно же. Разверните. Интенсивную погрузку техники в машину Журавлева объяснила уборкой. Мы сейчас занимаемся вывозом барахла, того, что тут разбираем и все. Глава телекомпании Людмила Журавлева на появление СМИ отреагировала отрицательно. Она пыталась прекратить видео и фотосъемку, хотя на территорию уже бывшего телеканала мы не входили. В ответ на наше появление руководитель ЧТРК инициировала параллельную съемку фотокамерой на мобильный телефон. Позже Журавлева объяснила, помещение на радио 4 сдают в аренду, но оно остается активом собственников. Какой будет дальнейшая судьба офиса, пока неизвестно. Интервью такого содержания сегодня после обеда появились на нескольких интернет-ресурсах Крыма. Именно по требованию арендаторов из дома по радио 4 вывозятся ненужные системные блоки и кабель, убеждает президент общества ЧТРК. Позже нам удалось взять уже официальный комментарий. Мужчина, помогавший Людмиле Журавлевой давать отпор прессе, оказался бывшим юристом Черноморки. Его зовут Андрей Беспоясный. Ныне Андрей консультирует по правовым вопросам одного из собственников ЧТРК. Юрист подтвердил информацию, озвученную накануне его президента. Теперь о Черноморке напоминать нечему. Вскоре здание заполнят арендаторы. Именно для них и очищали помещение. На самом деле освобождение помещений от занимаемых системных блоков офисной техники. Потому что поступают предложения по поводу аренды помещений. Все-таки телекомпания сама, она уехала в город Киев в конце 2014 года. Ей не разрешали здесь вещать. Принято было руководством изменить местоположение, они уехали в Киев. И с тех пор они здесь не уезжали. Так или иначе, полуостров и Черноморку больше ничего не связывают. Теперь окончательно, кроме вывески на балконе в прошлом телеканала, ее пока не демонтировали. Тарас Брезицкий, Виталий Голубев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. У меня на этом все. Таковы новости сегодняшнего дня. Передаю слово своему коллеге Тарасу Брезицкому. Он подготовил новости спорта, о которых расскажет прямо сейчас. Всего вам доброго. Две крымчанки стали победительницами Кубка России по легкой атлетике. Соревнование завершилось в поселке Ере на Московской области. Вера Ребрик оказалась лучшей в секторе для метания копья. А Виктория Мара – сильнейший в беге на 3000 метров с препятствиями. В лучшие попытки атлетка из Ялты метнула копье на 63 метра и 15 сантиметров. Призер Олимпиады 2008 и чемпионка мира Мария Абакумова отстала почти на 6 метров. Теперь Ребрик предстоит проявить себя в Чебоксарах. В начале августа там пройдет чемпионат России, по итогам которого сформируется состав сборной для участия в Пекинском чемпионате мира. Мастер спорта Валерия Мара в Подмосковье пробежала 3 километра с препятствиями или стипль чес за 9 минут 51,49 секунды. На финише она опередила мастера спорта международного класса Наталью Горчакову, представляющую Москву. Сергей Белошеев вновь подтвердил статус одного из лучших шашистов планеты. На этот раз гроссмейстер из Евпатории выиграл медаль в Казани на втором этапе Кубка мира. Крымчанин, выступив в турнире с быстрым контролем времени, по набранным очкам уступил лишь местному спортсмену, международному гроссмейстеру Дмитрию Цинману. В общем, в казанском этапе розыгрыша трофея выступили более 50 спортсменов из Беларуси, Молдовы, Германии, Израиля, Туркменистана, США, Узбекистана, Финляндии и России. Первый этап Кубка мира в середине июня проходил в итальянском городе Римини. В классической программе победу одержал Владимир Скрабов из Ярославля. В нынешнем Кубке мира по шашкам 64 запланировано 5 этапов. Обладатель трофея определится в декабре. Отметим, Сергей Белошеев выигрывал Кубок планеты дважды, становился победителем чемпионатов мира и Европы. В нынешнем мировом рейтинге он занимает первую позицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Разнообразие фасонов – широкий размерный ряд. Почти на каждую модель скидка. До 30% на мутон, до 20% на норку, а любимая всеми столичными модницами – меховая жилетка со скидкой до 10%. Летом опять-таки выгоднее, потому что с зимы приходит новый сезон, новый период и цены опять-таки повышаются. Сейчас в периоде 2015 года сезона и со скидкой еще до 30%. Это очень выгодно и на это стоит обратить внимание. Как вам такое предложение? Например, у нас шубка норковая. Данная норка стоила бы 195 тысяч. Сейчас вы можете приобрести со скидкой до 20%. Зимой вы таких скидок не найдете, поэтому приходите, посмотрите. Норка, мутон, чернобурка, леса, нутрия. На ярмарке меха в ДКП вы можете найти мех на любой вкус. Длинная шуба, короткий полушубок, с шикарным меховым воротником или облегченный вариант без него. Для любого возраста, на любой размер, под любой стиль. Как говорят здесь клиенты, глаза разбегаются. Елена о своем зимнем гардеробе решила позаботиться заранее. Темная шуба у нее уже есть. На сезон 2016 ищет что-то более нарядное. Ее выбор – белая норка с шикарным капюшоном из Чернобурки. Качество меха мне понравилось. Мягонько, не хрустит. Ценовая политика меня устроила. Я много уже проходила по салонам. И шубки намного дороже стоят. А сейчас идут приемлемые цены. И плюс еще скидочку делаю. И мне это очень нравится. И самое главное. Посетив ярмарку меха в ДКП, вы можете опередить время. Здесь уже представлена коллекция нового сезона 2015-2016. Новый модельный ряд во всех размерах. Спешите. Ярмарка меха в ДКП пробудет в Симферополе всего три дня. До 12 июня включительно. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова